Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях. Глава МИДАХ Сарджиоев проинформировал президента об итогах встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Следственное управление Генпрокуратурой проводит мероприятие по установлению всех обстоятельств произошедшего. Алану Гоглоеву доложили о ходе расследования инцидента в минувшую субботу. Слова признательности и наилучшие пожелания президент Алан Гоглоев поздравил Владимира Путина с днем рождения. Как сообщает прислужба главы государства, только что состоялся телефонный разговор президента Южной Осетии Алана Гоглоева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Алан Гоглоев поздравил Владимира Путина с днем рождения и пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, благополучия, успехов и победы. Владимир Путин поблагодарил Алан Гоглоева за поздравления и пожелания победы. Так и будет, сказал Путин. Клава Югостинского государства выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку народа Южной Осетии и за постоянное внимание, которое руководство России оказывает республике. Вместе будем развиваться и идти вперед, сказал Владимир Путин и еще раз поблагодарил Алан Гоглоева за внимание. Президент Алан Гоглоев поздравил Владимира Путина с днем рождения. Он адресовал главе российского государства наилучшие пожелания. Гоглоев отметил плодотворную деятельность и выдающийся вклад Владимира Владимировича в возрождении мощи России. Гоглоев также выразил слова признательности за всеобъемлющую помощь, которую Российская Федерация оказывает Южной Осетии на протяжении многих лет. Отмечая особое качество двусторонних взаимоотношений с Россией, хотел бы от имени народа Южной Осетии вновь высказать вам бесконечную признательность за судьбоносную помощь, за содействие в обеспечении надежной безопасности и восстановлении нашей страны. Позвольте выразить надежду, что отношения сотрудничества и интеграции между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией продолжат поступательное развитие. От всей души желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия, новых побед и свершений во благо России и ее многонационального народа. 16 лет Россия под руководством Владимира Владимировича поддерживает нашу Республику в ее восстановлении и развитии. Наши отношения отмечены укреплением связей между Москвой и Схинвалом по всем направлениям. Россия с момента признания независимости помогает восстанавливать инфраструктуру и развивать экономику. Во время встречи Путина с Аланом Гоглоевым российский лидер вновь подтвердил особый статус отношений двух стран. У нас развиваются практически все программы, инвестиционные программы, программы социально-экономического развития. Программа финансовой помощи, кредитная программа, помощь и поддержки Южной Осетии. С точки зрения обеспечения безопасности на территории Республики распортирована российская военная база. И по этому направлению налажено очень тесное взаимодействие между соответствующими структурами. Сегодня Россия выступает за справедливый многополярный мир, за право самим решать судьбу своей страны и определять свое будущее. И остинский народ всецело поддерживает эту борьбу. В ходе специальной военной операции сотни остинских воинов демонстрируют беспримерное мужество и героизм. И не раз Владимир Путин говорил о подвигах остинских бойцов. Я знаю, что Иштором Алании и Алания блестяще воюют. Мне руководитель региона тоже об этом говорил в докладах. Народ Южной Осетии с благодарностью отзывается о президенте Российской Федерации. Иштором Алании блестяще воюет. Иштором Алании блестяще воюет. Яна Блиева, Ринат Медоев. Информационный выпуск. Сегодня. Президент Алан Гаглоев провел встречу с министром иностранных дел Ахсаром Джиоевым, в ходе которой министр проинформировал президента об итогах своей встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Ахсар Джиоев передал президенту слова приветствия и благодарности от главы российского внешнеполитического ведомства. Во время переговоров, состоявшихся несколько дней назад, Сергей Лавров выразил признательность угостинскому руководству, лично вам, господин президент, за принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией. Он отметил, что эта операция является ответом на попытки НАТО превратить Украину в инструмент создания угроз безопасности Российской Федерации. Сергей Лавров подчеркнул, что народ Южной Осетии активно поддерживает граждан России, пострадавших от конфликта, и выразил благодарность за готовность организовать безвозмездное обучение студентов из Курской области, отметил Ахсар Джиоев. Вместе с тем, глава МИД отметил, что Россия, по словам Сергея Лаврова, продолжит оказывать помощь Южной Осетии в обеспечении безопасности и развитии социально-экономической и культурной сферы, как это предусмотрено двусторонними договоренностями. Президент, обращаясь к Ахсару Джиоеву, отметил, «Искренне благодарен России за ту поддержку, которую она оказывает нашему народу в это непростое время. Мы уверены, что дальнейшее сотрудничество между нашими странами будет способствовать укреплению нашей безопасности и развитию экономики. Мы рассчитываем на тесное взаимодействие в рамках существующих договоренностей, что позволит нам эффективно решать задачи, стоящие перед нашим государством», – сказал Алан Гоглоев. Президенту Алану Гоглоеву доложили о ходе расследования инцидента со стрельбой, произошедшего в минувшую субботу. Глава государства поручил провести детальную работу и докладывать о ходе расследования. Отмечено, что Следственное управление Генпрокуратуры проводит мероприятие по установлению всех обстоятельств произошедшего. Подробности далее. Президенту Южной Осетии Алану Гоглоеву доложили о ходе расследования инцидента, произошедшего накануне в столице Южной Осетии. Генеральный прокурор Григорий Субаев сообщил, что в рамках возбужденного уголовного дела в настоящее время назначены экспертизы и допрашиваются свидетели по делу. Начальник следственного отдела по расследованию особо важных дел Вилиан Бестаев отметил, что возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего Министерства обороны. По части 1 ст. 22, части 3 ст. 30, части 1 ст. 105, то есть незаконное хранение нестрельного оружия и покушение на убийство. 5 октября 2024 года примерно в 21 час 40 минут по улице Сталин в городе Цхейнвал в районе ресторана Минас в ходе возникшей ссоры подозреваемый произвел несколько выстрелов из хранившегося при нем незаконного пистолета в область ручной полости потерпевшего сотрудника органов внутренних дел. В ходе встречи с президентом Субаев добавил, что будет дана оценка действиям второго сотрудника органов внутренних дел, причинившего огнестрельное ранение в область грудной клетки военнослужащему Министерству обороны из имевшегося табельного огнестрельного оружия. Министр внутренних дел Аллан Гучмазов и в Рео министра обороны Иннел Сабанов доложили главе государства о том, что в ведомствах на данный момент проходят служебные проверки. Расследование поручено следственной группе числа следователей следственного управления генеральной прокуратуры. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Президент поручил главам силовых структур провести все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств, произошедшего в кратчайшие сроки и докладывать актуальную информацию ежедневно. Все выявленные в ходе расследования причастные лица должны понести наказание, предусмотренное законодательством. Возьмите под личный контроль дисциплину в возглавляемых вами структурах. «Мы все желаем скорейшего выздоровления участникам инцидента, но подобное поведение сотрудников силовых структур, как, впрочем, и любых других граждан, неприемлемо и непозволительно», – сказал Алан Гоглоев. Анжела Кукоева, Азамат Кудзе, в информационный выпуск «Сегодня». В новом сезоне гости радиокомпания «Ир» возобновляют передачу «Круглый стол». Сегодня гости студии обсудили актуальные вопросы, касающиеся современной психологии и педагогики. В обсуждении приняли участие детский омбудсмен Аэлита Джуэева, представители парламента, госуниверситета и инспекции по делам несовершеннолетних. Эльвира Дебилова продолжит тему. На ГТРК «Ир» прошли съемки программы «Круглый стол». В студию были приглашены уполномоченная по правам ребенка при президенте Аэлита Джуэева, первый заместитель председателя парламента Азита Бесаева, начальник отдела инспекции по делам несовершеннолетних УВД Схинвала Лали Гатаева, старший преподаватель кафедры психологии ЮГУ, детский психолог Алина Джуэева. «Круглый стол» состоялся в продолжении тем, озвученных на прошедших на днях, в программе первой научной практической конференции «Современная психология и педагогика. Проблемы и решения». В послании президента к парламенту народу самое важное место было уделено семье, детям и образованию. И буквально недавно в Схинвале прошла первая научная практическая конференция «Современная психология и педагогика. Проблемы и решения». Суть и цель конференции была в том, чтобы мы смогли консолидировать все наши силы взаимодействия, создать единый механизм взаимодействия для того, чтобы нам проще было бы работать в этом направлении, защищать наших несовершеннолетних граждан. Первый заместитель председателя парламента Зита Бесаева отметила необходимость систематизирования в конференции подобной направленности. «Есть вопросы, которые сегодня стоят перед нашим обществом, перед правительством, которые надо решать и надо решать комплексно. Поэтому мне кажется, что конференция имеет огромное значение. Ее надо будет сделать как систему. Это должно быть регулярно проведение данной конференции, где уже даже будут обсуждаться те вопросы детального характера, по тем проблемам, с которыми сталкиваются, в частности, психологи, педагоги, родители и люди вообще, которые работают с детьми». Ответственность за саморазрушение ребенка, безусловно, возлежит на родителях, отметила начальник отдела инспекции по делам несовершеннолетних Лали Гатаева. «Подход стал намного жестче. Если раньше участковые ограничивались расписками предупредительного характера, что вот такое не повторится, то на сегодняшний день там подход абсолютно другой. Пожестче все это стало. И, наверное, мы следим за тем, что у нас происходит в республике. И я лично знаю, что министр внутренних дел Алан Хазбевич Гучмазов очень пристальное внимание уделяет именно домашнему насилию. То есть есть семьи. Да, там родители употребляют алкогольные напитки. И, как правило, вот это происходит именно на этом фоне. Пришел человек домой в нетрезвом состоянии, и вот это все, конечно же, устраивается, извините, но не на тресвую голову. Так вот, четко, ясно поставлена задача министрам, участковым инспекторам, чтобы они отслеживали эти семьи. То, что есть, и там происходит употребление алкогольных напитков постоянно. Вот эти семьи, они на судоб контроле. Программа «Круглый стол» будет выходить на телеканале ИР в еженедельном формате. Эльвина Тибилова, Айда Кочева, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. В преддверии 165-летия со дня рождения основоположника остинского литературного языка Коста Хитагурова в республике проходят памятные мероприятия. Дом музея Васуабаева и Национально-культурный центр имени Коста Хитагурова организовали проект, включающий в себя различные мероприятия. В поселке Ленингор прошел «Круглый стол». Коста объединяет Осетию с участием гостей Северной Осетии. Алена Оттаева продолжит тему. В рамках проекта «Коста объединяет Осетию» в республику прибыла делегация северо-осетинских парламентариев. Гостей поприветствовала министр культуры Рада Загоева. Рады вас приветствовать в южной части нашего общего дома нашей Осетии. Наверное, то мероприятие, которым мы все вместе занимаемся, посвященное юбилею Коста Ливановича Хитагурова, это то немногое, что в настоящее время объединяет разделенный осетинский народ. Такие мероприятия сближают наш народ, конечно. Коста – это наше общее достояние. Хотелось бы вас поблагодарить за ваше сотрудничество, в данном случае с музеем имени Васу Абаева. Гости выразили слава благодарности министру культуры за теплый прием и отметили важность проведения подобных встреч. «Интеграция севера и юга начинается в первую очередь с культуры. И вот это взаимодействие севера и юга во главе с Коста Ливановича Хитагурова, это является главным прорывным компонентом в наших отношениях. Мне представляется, что вот эти теплые встречи, они станут, так сказать, краеугольным камнем для молодежи, чтобы еще больше взаимодействовать. И творчество Коста – это единое творчество всего осетинского народа. Он является нашим светочем. И вся идея, на которой он сидел, и творчество его, оно является по сегодняшнему актуальным». В мероприятии также приняли участие представители научного мира и педагогической общественности. Организаторы и гости возложили цветы к памятнику Коста Хитагурова. Далее гостей пригласили посетить Ленингорский район. По дороге им показали святилище Армазы-Дзуар. На площадке Государственного историко-краеведческого музея состоялся круглый стол «Коста объединяет Осетию», где приняли участие и представители руководства района, преподаватели, а также учащиеся школы поселка Ленингор. Здесь же был организован выстав. Ленингорский район «Коста объединяет Осетия» и не скажу, что «Коста объединяет Осетию». Я 확실히 улучшает природа. Я улучшаю свою работу разница, но я буду изучать их Quick-Series, это не улучшение, а как-то желание – дало ли насадение, и не улучшение литература. и улучшение. мы привыкли, периодonde Agriculture, интеллигенции. Мы делаем текущие, мы новым районам, мы можем дать блесу создание, мы можем дать блесу создание, и мы можем дать блесу создавать, и нам тендо, мы можем дать Chinese, и мы можем дать то, и культуры, В Казахстане я сам послал, что было невероятное сообразие на профессора. Мы должны быть в университете. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...